Можно ли креветки кормящей маме? Полезных же микроэлементов в них содержится много. Такие морепродукты, как креветки, многие люди уже не считают деликатесом, едят их достаточно много. Но возникает вопрос, можно ли креветки кормящей маме? Морепродукты каждый год все больше завоевывают популярность. Их любят не только за удивительный вкус, но и за то, что они содержат мало калорий. Как добывают креветки? Креветки бывают морские и пресноводные. Последние выращиваются людьми на специальных фермах и питательные свойства у них хуже, чем у морских, хотя размеры больше. Креветки бывают холодноводными и тепловодными, королевские, а также тигровые креветки, тепловодные. Добывают их страны Азии и Латинской Америки. Холодноводных же креветок добывают у берегов Дании, Гренландии, Канады, Норвегии. Некоторые прибалтийские страны также занимаются добычей холодноводных креветок. Есть два способа лова креветок – глубоководный и прибрежный. В последнем случае креветки получаются худшего качества и, следовательно, более дешевые. Чем полезны креветки кормящей маме? Маленький рачок креветка уникальна по содержанию полезных веществ, в них содержится много редких аминокислот. Креветки богаты белком, который помогает поддерживать молодость кожи, так как формирует волокна коллагена. Креветочные йод и кальций повышают иммунитет и помогают работе щитовидки. Цинк способствует укреплению волос и ногтей, асера, суставов и сосудов. Также этот микроэлемент помогает регулировать работу потовых желез, а также сальных. Креветки содержат больше йода и меди, чем другие морепродукты. Входящий в их состав калий важен для сердечно-сосудистой системы человека. Эту систему укрепляет и вещество астаксантин, благодаря которому креветки имеют свой окрас. Кроме того, креветки содержат железо, фосфор, фтор, натрий, магний, селен, хром. Потребляя креветки, человек помогает своим почкам, кроветворению, образованию мышечной и костной ткани, синтезированию гормонов, за это отвечает цинк. Кроме микроэлементов креветки содержат много витаминов, которые благотворно влияют на многие функции организма. Например, витамин А помогает коже быть молодой, провитамина отвечает за хорошее зрение, витамины Е и Д защищают кровеносную систему. Витамин С гарантирует хороший иммунитет. Кроме этого, маленький рачок содержит витамины H, PP, 12 и почти все остальные витамины из группы В. Креветки также содержат вещество омега-3, являющееся полиненасыщенной кислотой. Эта кислота нужна для того, чтобы организм мог хорошо развиваться. Кроме этого, она положительно влияет на волосы, ногти и кожу. Рачки креветки содержат мало жира и являются малокалорийными, что является очень важным свойством при питании кормящей мамы. Холестерин же, содержащийся здесь, безвреден для организма, так как в кровь он проникает только с жирами. Многие исследователи утверждают, что люди, употребляющие креветки, менее подвержены онкологическим заболеваниям, а также меньше страдают от различного вида аллергий. Это происходит потому, что креветки имеют в своем составе мощные антиоксиданты. Можно подумать, что такой замечательный состав креветок должен убедить маму ребенка на грудном вскармливании кушать много этого продукта. Однако, все же, можно ли креветки кормящей маме? Вред креветок при грудном вскармливании. До того, как ребенку исполнится один месяц, употреблять маме креветки нельзя, ведь они – сильные аллергены. Кроме того, надо помнить о том, что рачки-креветки накапливают вредные вещества, такие, как тяжелые металлы и радиоактивные соединения. А экологическое состояние наших водных территорий – плохое. Креветки же, выращенные людьми, содержат много антибиотиков и гормонов, которые используются для усиления роста. Часто бывает, что креветки неправильно хранятся, подвергаясь повторному замораживанию. В этом случае их полезные свойства значительно уменьшаются. Лучше всего употреблять креветки свежевыловленными. Однако, при этом, нужно убедиться в надежности продавца. В любом случае, вы должны с осторожностью употреблять этот продукт, ведь можно навредить не только себе, но и малышу. Съешьте 2-3 креветки, и для первого раза будет достаточно. Подождите 3 дня и проанализируйте поведение ребенка, чистоту его кожных покровов. Остались чистыми, нет покраснений, это уже хороший признак. Можно попробовать креветки через неделю в большем объеме.